Всем привет! С вами снова Андрей Кузьмин. И сегодня я хочу вам рассказать о российских кольцевых гонках, которые проходили в нашей стране, которые проходят в нашей стране. И подробнее рассказать о команде Политехван, чем она занимается, какой у них автомобиль и в каких классах она поедет и какие гонки они участвуют. Так что приятного просмотра! История кольцевых гонок в нашей стране достаточно долгая. Все еще началось давно-давно в связи с временем, когда пилоты гоняли на жигулях, на волгах, на москвичах, участвовали в мировых соревнованиях по ралли, побеждали там. Это были очень яркие времена, потому что в те времена зарождался по сути автоспорт. Появлялись такие известные пилоты, как Нуж Дин, Стасис Брунзо. Имена, которые до сих пор известны и эти пилоты до сих пор ездят в некоторых чемпионатах нашей страны. В следующем появились гоночные восьмерки. У них были атмосферные моторы. Эти гонки проходили в основном на городских трассах, когда огораживали какие-то улицы и небольшие площади. Пилоты гоняли прямо между бордюрами, между деревьями. Зрители стояли буквально за какими-то бетонными ограждениями. И в те времена это было достаточно массовое мероприятие. Немногим позже появились такие серии, как Формула-3 и Формула-Русь. Это автомобили класса Формула с открытыми колесами. Для русских людей это было что-то новое, потому что последние автомобили с класса Формулы они видели только в советские времена, такие как Формула-Эстония. А сейчас люди могли наблюдать за этими автомобилями вживьем не только на экране Формула-1, но и могли прийти в какой-то уикенд в Воробьево-Горы и посмотреть как эти болиды ездят по городским улицам. В следующем появились такие классы как туризм и супер туризм. В основном это были десятки ВАЗ-2110 с передним приводом, с атмосферным мотором, но команды очень сильно дорабатывались автомобили. Они разрабатывали разные элементы аэродинамики, подвески, очень сильно были модернизированы моторы. Некоторые автомобили даже происходили испытания в атомической трубе. Наиболее известными командами считались Лукойл, Тормаш. Также вслед за супер туризмом появлялись такие классы как туринг, где ездили Honda Civic, BMW 3 серии и другие автомобили. Сразу после туринга появился такой класс как Lada Revolution. Это были спорт прототипы, сделанные Тормашем. Это было что-то новое для России, потому что это что-то среднее между формулой и кузовными гонками. Это был свой так называемый монокласс, когда ездили только одни автомобили Lada Revolution. Но могу сказать, что когда я был маленький и ходил на эти гонки, это было достаточно зрелищное мероприятие. Сразу вслед за Lada Revolution появились такие кубки как Lada Granta Cup. Это были автомобили Lada Granta, оснащенные мотором объема 1,6 литра, оснащенных турбонадувом. Этот класс удержался очень долго. Некоторые автомобили до сих пор участвуют в РСКГ. Некоторые автомобили даже ездили в мировых сериях, немного доработанные, такие как WTCC и других. Вот так постепенно мы подошли уже и к нашим дням. Это сейчас называется российская серия как кольцевых гонок или как сокращение РСКГ. В этом классе участвует множество разных автомобилей, начиная от формулы, заканчивая кузовными автомобилями мирового туринга. В российской серии кольцевых гонок существует несколько классов. Первый из них это S1600 и S1600 Junior. Это почти полностью гражданские автомобили, оснащенные каркасовым безопасностью, спортивным рулем, спортивным сидением. Эти классы самые дешевые, один из самых массовых. И класс S1600 Junior запоминается в основном тем, что молодые парни и девушки, которым еще многим нет по 18 лет, борются не в жалее автомобилей, с бешеным энтузиазмом, с бешеными эмоциями. Очень интересно смотреть за ними и наблюдать, и гордиться, как развивается наш автоспорт. Дальше идет класс Super Production. Там участвуют кузовные автомобили, оснащенные двигателями с турбонаглума и атмосферными, объемом до 2 литров. Наиболее яркими примерами это Lada Vesta объемом 1.6 Turbo. Также там участвуют Lada Granta из Lada Granta Cup. Разные Subaru могут участвовать и даже Mazda. После Super Production идет такой класс, как класс CN. В нем участвуют прототипы Shortcut, Midget. Midget это такая французская серия, которая так называемая Monoclass. Есть компании, которые производят эти гоночные болиды, и они все одинаковые, у них только отличается вес. И пилоты участвуют на одинаковых совершенно автомобилях с точки зрения каких-то мощностей, веса, но только с помощью настройки своего собственного мастерства пилоты достигают больших результатов. Один из классов российской серии колесовагонов является Touring Lite. Этот класс особен тем, что здесь разрешается дорабатывать мотор, изменять какие-то элементы подвески и тормозной системы. Автомобили здесь должны быть оснащены мотором объемом 1,6 литра и не запрещен турбонадув. Следующим, о чем я вам расскажу, это класс Touring. Это самый мощный класс российской серии колесовагонов. Там участвуют такие автомобили, как Golf GTI, Seat Leon, Audi RS3, Hyundai i30. Эти автомобили мотор объемом 2 литра с турбонадувом. Также там участвуют Lada Vesta. Класс Touring это, наверное, один из самых зрелищных и восхищающих классов, потому что ты ощущаешь всю мощь моторов и профессионализм пилотов. На этом у меня было все. Надеюсь, вам понравились наши видео. Уже очень не терпится посмотреть какие-то гонки вживую, почувствовать дух, запах автоспорта. Надеюсь, вы тоже придете на какие-то мероприятия, которые мы вам рассказали. Всего вам хорошего. Не болейтесь. Спасибо. Пока.